Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов, на которые точно стоит обратить внимание. Во-первых, целый блок статистики по индексам деловой активности еврозоны и отдельной европейской экономики. Куда более интересный для нас релиз по активности и деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Англии в 9.30 по GMT. Далее в 14.15 по GMT промышленное производство в США. В 14.45 индексы активности производственного сектора и сферы услуг. В общем, если замкнуться, опять же, на американской экономике, то сегодня мы можем получить дополнительные триггеры для движения курса американского доллара. Хотя мы видим то, что участники рынка настолько сейчас погрязли в идее того, что американский регулятор очень скоро начнет снижать ключевую процентную ставку. Никакой отчет особого влияния сейчас на доллар не оказывает, поскольку рынок отрабатывает, отыгрывает идею снижения доходности американских облигаций, которые тащат вниз и позиции курса американского доллара. Но, кстати, вот эти отчеты мы можем интерпретировать, кстати, позитивные, как фактор поддержки для американского фондового рынка, дополнительный для корпоративного сектора. Американская фонда NASDAQ, Dow Jones, S&P активно растут. S&P, в частности, пока что отстает от рекордных максимумов, но очень скоро, я думаю, окажется на этих пиковых уровнях, потому что текущее значение 4778 пунктов. Причем рекорд, который нам нужно переписать, находится всего лишь на несколько десятков пунктов выше. Для американского фондового рынка ничего не стоит пройти такое расстояние буквально за считанные минуты. Я не оговорился, даже не нужен день. И потенциальные, опять же, выходы данных по активности промышленного сектора и сферы слух, этих релизов и условий может оказаться достаточно для того, чтобы S&P все же рванул вверх и под закрытие этой недели добрался до нового исторического хая. Ну, давайте обо всем по порядку. Индекс доллара 101.45. Агрессивные распродажи камнем летят вниз индекс доллара в соответствии с нашим с вами прогнозом, нашими ожиданиями, которые опирались на конкретный фундаментальный фон и идею того, что Федрезерву придется отказаться от жесткой монетарной политики. Резонанс на рынке от решения Федрезерву по ключевой процентной ставке ее оставили на прежнем уровне 5,5%. Причем, как я отмечал ранее, уже третье заседание подряд. И мы сами докрутили идею, что сохранение ставки в течение трех месяцев подряд на одном и том же уровне, это уже доказывает то, что регулятор откажется от идеи дополнительного ужесточения монетарной политики и завершил цикл повышения процентной ставки. Но самое интересное то, что Федрезерв все-таки официально подтвердил эту позицию. Голосующие члены Федрезерва уверены в том, что ставка не будет больше расти, поскольку американский регулятор и так добился колоссального прогресса в снижении инфляционного давления. И ужесточение политики уже не является так называемым базовым сценарием. Также руководство Федрезерва оценивают перспективы экономического роста, допуская, что возможно снижение, поскольку ставка будет оставаться на ограничительном уровне, достаточно для того, чтобы обеспечивать условия для снижения инфляции и, разумеется, охлаждения экономики в целом. Но это абсолютно нормальное явление. Не нужно расстраиваться. Если вы уловили какие-то нотки потенциальной рецессии, либо экономического спада, нет. Это будет контролируемое снижение, которое в данном случае, как бы это странно ни звучало, но идет во благо, потому что американскому регулятору нужно, в конечном счете, подавить рост инфляции. Пока Федрезерв с этой задачей прекрасно справляется. Наверное, вишенкой на торте был медианный прогноз по процентной ставке на этот год. Так вот, точнее, на 2024 год. Она ожидается на отметке 4,6%. Фактически это подразумевает, что с текущих уровней американскому регулятору придется снизить ставку трижды. И этот прогноз был обозначен. В 2025 году ФРС планирует снизить ставку четыре раза. В 2026 году, ну да, очень нескоро, прям совсем размытые перспективы, но все равно вы должны понимать, что в планах тоже снижение процентной ставки еще три раза. То есть американский регулятор в одном шаге от того, чтобы начать смягчение экономической политики. И я думаю, что первое решение об этом будет принято уже в марте. Вероятность этого растет. И сейчас уже составляет около 75%. Поэтому потенциально, друзья, мы очень близко подобрались к тому периоду, когда начнет меняться все на рынке. И тенденция, которая ранее казалась лишь прогнозным ориентиром для доллара, тенденция долгосрочной слабости, она все больше сейчас вырисовывается, становится реальностью. И хорошо то, что мы вовремя приняли решение отказаться от идей покупки американского доллара, потому что в текущих условиях, конечно же, доллару будет все сложнее даже претендовать на какое-то краткосрочное лидерство. Сегодня выйду данные по индексам производственной активности. Как я уже отметил, в принципе, характер цифр не имеет значения. Локальная спец кулатильности последует. Но уверен, что до конца этой недели рынок будет обсуждать только одно. Это итоги заседания резерва. Золото 2036 долларов за тройскую функцию, цель 2050 до конца недели. И потом, при текущем сантименте, я думаю, что золото может снова вернуться к траектории роста и уже метить на уровне 2100 и потенциально выше. Главная идея – это сохраняющаяся корреляция с индексом доллара, обратная корреляция. Давление на доллар оказывает поддержку рынка драгоценных металлов. Доходность американских облигаций снижается ниже 4%. Десятилетки уже обосновались, закрепились и ситуация точно не изменится в ближайшие торговые сессии, либо даже недели. Текущий показатель доходности десятилеток – 3,94%. Очень трудно сейчас инвесторам делать выбор между доходностью, которая падает среди американского рынка долга, и золотом, который растет. Но очень трудно делать непростой выбор, потому что, на мой взгляд, он очевидный. И те, кто, опять же, ставил перед собой задачу определить наиболее перспективный инструмент, они уже сделали большой акцент, большую ставку на золото. Я надеюсь, что вы тоже среди таких инвесторов. Европейская валюта против доллара – 1,10. Цель достигнута, как это срочная. Европейский центральный банк сохранил ставку на прежнем уровне 4,5%. Он очень много говорил о наличии предпосылок для дальнейшего усиления инфляции. Мы понимаем, что это все равно была подводка к тому, что ЭЦБ будет удерживать ставку в высокой рехе дольше, чем американский регулятор. Отсюда их конкурентное преимущество для евро. Для британского валюты такая же ситуация – 1,2768 текущие уровни. Первая цель – 1,2700 сделана. Можно метить теперь на уровне повыше. Это даже не отметка 1,28. Вероятно, сейчас те самые условия, когда можно жадничать. Я могу ошибаться, конечно же, но если вы со мной согласны, то можете писать в комментариях, ждете ли вы, так же, как и я, движение пары фунт-доллар к отметке 1,30. И я почти уверен, что на фоне итогов заседания Банка Англии, которые были подведены вчера, ставку оставили на прежнем уровне 5,25%. Но при этом Банк Англии старался в любом формате избежать акцента либо комментария, касающегося перспективы смены риторики и потенциального снижения ключевой процентной ставки. Ждали, конечно же, от Банка Англии таких сигналов, учитывая то, что Федрезерв за день до этого дал такие сигналы. Но Банк Англии был, собственно, привержен своей прежней риторике, что при текущей инфляции она ожидается до конца этого года на отметке 4,75%. Банк Англии ни в коем случае не откажется от высоких процентных ставок и в целом жесткой монетарной политики. Сегодня выйдут индексы по производственной активности в сфере услуха. Наибольший акцент делаем на сферу услуха. Ожидается рост с 59 до 51. Это еще один фактор поддержки для фунта. Я надеюсь, что сегодняшнюю итоговую сессию мы завершим, друзья, выше уровня 1,28. И там уже будет совсем близко, чтобы протестировать психологическое сопротивление 1,30. По австралийцу 0,6720. Рост продолжается на фоне сильных данных по национальному рынку труда и на фоне роста цен на железную руду, которая остается одним из основных экспортных ресурсов для австралийской экономики. S&P 4778 пунктов, как я уже отметил. На фоне потенциального смягчения экономической политики, снижения доходности трежерис, дорога, путь только один. Это вверх к новым максимумам. И рынок нефти. 77 долларов за баррель. Пока что на рынке появился позитив, который сейчас трейдеры отрабатывают. Это снижение запасов нефти, прогноз Международного антического агентства о том, что спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,1 миллион. Это примерно на 130 тысяч баррелей лучше, чем в прошлом прогнозе. И сегодняшние данные из Китая. Промышленное производство, вопреки прогнозам, выросло на 6,6% в годовом выражении с 4,6%. И локально это, безусловно, поддерживает сейчас настроение. Нефтянка, наверное, это локальные максимумы. Но есть одно большое «но». Сантимент указывает на то, что как раз в длинных позициях сейчас находится толпа больше 75% трейдеров. Я не могу в таких условиях сделать тоже ставку на дальнейший рост, потому что это будет означать, что я, по сути, помещу себя в эту толпу. Рынок, как вы знаете, устроен иначе. Он никогда не дает зарабатывать всем. Поэтому, несмотря на рост, я пока что привержен идее потенциала снижения этого актива и идее возвращения бренда в район 70 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!